Музыка Наш культ называется Лаборатория технического творчества молодежи при КГМТУ Мы собираем всех вольнодумцев, которым интересны техники Учим их программировать различные, ну, наши конструкции, наши устройства, наши конструкции Они все достаточно несложные, я так полагаю Но мы их рассматриваем как прототип каких-то устройств, которые могут работать на других планетах Которые могут работать на производстве И стараемся, ребят, приучить думать, размышлять, придумывать, фантазировать Как уже конструкторы различных устройств Конечно, нам больше всего космос интересен Потому что космос — это круто Проект, который ребята сейчас делают Буэ, наш Марк и Слава Ученики 19-й школы Этот проект мы задумали как ситуацию, скажем так, на Марсе Когда есть два устройства И они должны двигаться по пересеченной местности без использования жесткой сцепки Это как бы просто, но технически запрограммировать достаточно непросто Там возникает масса всяких технических моментов, которые нужно понять, проанализировать, рассчитать Обойти сложности Ну, в общем, тут начинается поле для деятельности конструктора Нам вот это интересно И Анатолий Владимирович, который самый главный конструктор у нас Он очень классный инженер И, в общем-то, во всем этом разбирается здорово Вот он у нас, как бы, главный такой конструкторский мозг Который позволяет все это, все это сделать Ну, и я ему помогаю в этой части Мы так рассчитываем, что класс 5-6 можно начинать Тут много вещей, которые ребята, в принципе, в школе не проходят Касается математика и физика Ребята, которые с нами занимались и поступили уже не уши И поступили в Севастопольский наш университет Они сказали, мы вот это все проходим на первом курсе А ребята, которые... Ну, мы сталкиваемся с этим Это 5-6 класс Не все выдерживают, но, в принципе, мы, как бы, стараемся говорить Хочешь, но очень сомнительные вещи Но ты должен приложить силы, воли и все, что угодно Опираться, не сдаваться и так далее Многие уходят, но вот кто остался, тот остался И, в общем-то, есть какие-то хорошие результаты Это самый яркий такой результат В прошлый год, когда наш мальчишка Марк Лях Он занял первое место в республике Крым В конкурсе «Шаги в науку» Это было первое место Он получил хороший приз Поездка в Сочи, в Сириус Там он участвовал в этой поездке в составе крымской команды по робототехнике И стал лауреатом уже всероссийского конкурса Они заняли второе место Ну, собственно, основная концепция является нежесткая сцепка между машинами Одна машина является таким проводником, который прокладывает маршрут между местностями А другая машина за ней следует Принимая сигналы о поворотах, изгибах, может быть, о пути Это сделано для того, чтобы, если у нас есть ценный груз на второй машине Если первая машина застрянет, то мы хотя бы поймем, по какому пути не нужно следовать И при этом ценный груз у нас останется Это возможно даже использовать где-то на Земле А возможно для колонизации других планет, например, ближайших для нас Марс В основном мы идем вперед И, к примеру, если смотреть на проект, который я, к примеру, делала в прошлом году Это уже совсем новый груз То есть на робототехнике вот здесь мне нравится то, что каждый год ты получаешь какие-то новые здания Ты можешь реализовывать новые проекты, которые ты бы вообще даже не мог представить себе в прошлом году Хватает ли у вас времени заниматься? Да, вполне Мы как бы кооперируемся Здесь занимаемся, нам помогает Сергей Васильевич, Анатолий Владимирович А по субботам мы собираемся, чтобы обсудить какие-то интересные, возникшие, может быть, проблемы, интересные моменты и так далее А бывает так, что вы дома чем-то занимаетесь, спите, и вдруг приходит идея, и надо ей быстрочно поделиться Да, кстати, такое бывает У меня, я думаю, товарища, если у меня возникают какие-то идеи о реализации проекта, я сразу же ему пришлю в соцсетях, такие как Телеграм и другие К слову об идеях, собственно, идея на нежесткой сценке и вообще, собственно, программе возникла из шутки Дело в том, что существуют датчики черной линии, как вы уже могли убедиться И я решил пошутить, что, мол, вторая машинка может воспринимать первую как линию А в итоге получилось, что это почти и есть концепция нежесткой сценки Практически на этом она и построена Если постараться, то можно устроить целую систему доставки грузов, основанную только на подобных программах Марк уже сделал подобное для складов, но можно это применять и в обычных доставках В принципе, если нашу программу доработать, то можно сделать так, чтобы, например, автобусы Один автобус, там несколько автобусов, и людей много, поэтому один автобус едет, он прокладывает путь Прогладывает путь, а другие следуют за ним При этом нам требуется, чтобы один водитель в местном транспорте присутствует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...